Здравствуйте! В эфире экстренный вызов. Программа, которая не просто рассказывает о происшествиях, но и предупреждает вас о возможных опасностях. В студии Егор Горожанкин. Смотрите сегодня. Суд вынес приговор в отношении курянина, убившего незнакомца ножом. Свою вину мужчина так и не признал. Быстро эвакуировать из огня людей и животных в Курском цирке прошли пожарно-тактические учения. Главная задача – безопасность населения. Сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области подвели итоги 2023 года. В областном центре правоохранители задержали ранее судимого курянина. Мужчина решил взяться за старое и пошел на нарушение закона. Завел без ключей чужую машину и угнал ее. На автомобиле он доехал до города Курчатова и там совершил ограбление. Бросил его там, зашел в микрофинансовую организацию, ограбил на 5 тысяч, вернулся на попутной машине в Курск. В областном центре мужчина решил второй раз прибегнуть к опробованной в Курчатове схеме. Но его постигла неудача. На Альбовском повороте увидел такую же организацию, зашел туда, хотел ограбить. Женщина выбежала, ее ушел вслед за ней и все. Правоохранители нашли горе грабителя за сутки. Свою вину курянин признал. По его словам, на нарушение закона он пошел от безысходности. Следствие продолжается. В Курской области суд рассмотрел дело об убийстве, которое произошло в декабре 2022 года в Советском районе. Мужчина зарезал незнакомого курянина раскладным ножом, а затем скрылся с места преступления. Следствие установило, в одном из баров поселка Кшенский обвиняемый поссорился с другим посетителем заведения. В ходе конфликта мужчина достал раскладной нож и несколько раз ударил им потерпевшего. От полученных ран тот скончался. Свою вину подсудимый признавать отказался. На вынесение приговора пришли близкие погибшего. Горечь их утраты трудно передать словами. Я единая хочу сказать, чтобы он вернул для единственного сына. Больше для ничего не надо. Моя жизнь закончилась с моим сыном. У вас даже нет совести ни капельки попросить прощения. За что он моего сына убил? Единственного ребенка в семье. Ты останен ребенком сиротой. Хочу сказать, что в полице, в стороне теряв сына, я не убивал. Можете думать, проклинать, а не другого делать. Я этого не делал. Суд решил иначе. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также он выплатит матери потерпевшего чуть больше 2 миллионов рублей компенсации. 27 февраля в Курске произошел пожар в доме на улице Садовой. Загорелась одна из квартир на пятом этаже. Звонок на путь дежурного поступил днем. На место ЧП незамедлительно выехали пожарные подразделения. На месте работали 15 спасателей. Было задействовано 4 единицы техники. Возгорание произошло на последнем этаже многоквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Звеньями ГЗДС были спасены 3 человека и эвакуированы 5 человек. На данный момент пожар локализован. Трудности были, что было плотное задымление. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в течение получаса. За его причины и причиненный ущерб устанавливают специалисты. Пожар третьего, самого высокого ранга. Из здания валит густой дым. Люди зовут на помощь. Огонь продолжает распространяться. В ликвидации возгорания участвуют более 50 спасателей. К счастью, это всего лишь легенда пожарно-тактических учений. Их провели в конце февраля в здании Курского цирка. Легенда повторяет события 1996 года. Тогда площадь пожара в цирке составила 1700 квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти купол строения, а также не допустить распространения пламени на соседние здания. После этого случая данный объект на особом контроле. Отрабатываем действия обслуживающего персонала, администрации при получении сигнала. А также тренируем личный состав пожарной охраны по отработке взаимодействия с службами жизнеобеспечения, администрации. Ну и изучаем, проводим оперативно-тактическое изучение данного объекта. Площадь возгорания около 200 квадратных метров. Спустя полчаса после начала условного пожара удалось вывести из огня 7 человек. Основная трудность спасения животных огнеборцам потребовалась около часа на ликвидацию возгорания. Люди с пониманием относятся, это радует. Ну и для нас тоже хорошие результаты, в принципе, с поставленными задачами. Личный состав справился на оценку хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропажу обнаружила жена гостеприимного хозяина. Мировой суд Курского района в качестве наказания назначил обвиняемый 200 часов обязательных работ. Приговор может быть обжалован. Попросил позвонить, а в итоге ограбил. В Курске молодой человек подходил к незнакомым людям и просил дать ему телефон, чтобы связаться с близкими. Пользуясь доверием граждан, он переводил их деньги себе на счет через мобильный банк. Таким образом, он похитил у двух человек по 5 тысяч, а у третьего 900 рублей. Суд приговорил молодого человека к одному году и шести месяцам колонии общего режима. В ноябре прошлого года суд приговорил жителя Беловского района к шести месяцам ограничения свободы за хранение частей растений, содержащих наркотическое средство. В тот же день мужчина совершил новое преступление, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ДПС. Теперь ему запрещено два года управлять автомобилем, а также суд назначил мужчине 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% доход государства. Безопасность курян в надежных руках. По результатам 2023 года, Главное управление МЧС России по региону в тройке лучших в стране. Итоги работы спасателей в нашем следующем сюжете. В прошлом году в Курской области произошло почти 3000 пожаров. Из огня спасли более 200 человек. Эвакуировали свыше 2000. Мы снизили и количество чрезвычайных ситуаций, и социально значимых происшествий. Более чем на 6% снижено количество пожаров. Более чем на 20% погибших на пожарах людей. Очень важно, что и материальные потери также снижены. Также курские спасатели обеспечивали пожарную безопасность в лесах, выезжали на ликвидации дорожно-транспортных происшествий, патрулировали пляжи во время купального сезона. Сложенную работу регионального ведомства отметили на федеральном уровне. Наше главное управление МЧС России по Курской области за действительно достигнутые результаты, за хорошую работу, было достойно оценено руководством нашего министерства, министром МЧС России. Мы в стране заняли третье место. Но я хочу сказать, что мы не успокаиваемся. Мы и продолжим решать те задачи, которые сегодня обозначены нашим министром. Главное – это человеческие жизни. В 2023 году в Курской области произошло 48 ДТП с участием детей до 16 лет. Три ребенка погибли, 53 получили ранения. Зачастую предотвратить трагедию может элементарное соблюдение правил – пристегнутый ремень безопасности и детское автокресло. Снизить количество происшествий и напомнить взрослым о правилах перевозки детей в автомобилях – основная цель профилактических рейдов, которые проводят сотрудники ГИБДД. С тем, что все юные пассажиры должны быть пристегнуты в автокресле, согласен каждый водитель. Детское кресло намного вероятнее пережит жизнь вашего ребенка, чем то, что он будет ехать без кресла. Удерживает ребенка в правильном положении, чтобы, если я резко затормозила, ребенок не выскочил. Но не всегда взрослые понимают всю меру ответственности за перевозку детей и пренебрегают правилами безопасности. То, что этого делать категорически нельзя, им напоминают сотрудники госавтоинспекции. В ходе данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции обращают внимание водителей на неукоснительность соблюдения правил дорожного движения, разъясняют меры административной ответственности за нарушение правил перевозки детей и пассажиров. Надо сказать, что в настоящее время за неиспользование детских удерживающих устройств при перевозке ребенка предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Также в ходе рейда сотрудники ДПС раздали авторюбителям памятные подарки. Водители рады. Приятно получать вознаграждение за свою заботу о детях. Скажите, пожалуйста, приятно от ГАИ получать подарки? Очень приятно. Неожиданно, да, самое главное. А за что вам подарок вручили? За то, что ребенка правильно перевожу. А действительно правильно? Конечно, пристегнутый и кресло. Но детское кресло и пристегнутый ремень не гарант стопроцентной безопасности. В любом случае водитель должен быть вдвойне внимательнее и осторожнее на дороге тогда, когда в машине находится ребенок, напоминают инспекторы ГИБДД. На вооружение Главного управления МЧС России по Курской области поступил уникальный автомобиль. Его спасатели будут использовать для дезинфекции и обработки местности, зданий и техники. Мобильный комплекс специальной обработки. Это комплект оборудования, установленный на базе автомобиля КАМАЗ. Машина выездная. Она будет использоваться, например, при авариях на химических производствах и предприятиях с выбросом опасных для человека веществ. То есть у нас происходит развив и выброс определенного вида веществ. Данный автомобиль выдвигается к месту и уже, соответственно, поставленные задачи. Засыпаются реагенты, разогревается вода, происходит смешивание распоров и происходит обеззараживание техники, личного состава, зданий и сооружений. Техника действительно уникальная, отмечают спасатели. За счет высокой проходимости этот комплекс может добраться даже в труднодоступные места. Его можно использовать и при ликвидации пожаров. У нее есть два бака, то есть 2 и 4 тонны. Один из баков у нас подогреваемый для смешивания определенного вида растворов и уже для выполнения поставленных задач. По прямому назначению данную технику не использовали, но мы ее использовали на учениях в октябре месяце. Также, соответственно, с данной техникой проходят занятия согласно расписанию. Работе с новым комплексом уже обучен весь личный состав первой спецчасти радиационной и химической защиты Главного управления МЧС России по Курской области. В рядах юных инспекторов движения «Пополнение» 19 февраля учеников Курской школы номер 12 имени Степана Перекальского посвятили в кадеты. Чем будут заниматься ребята и кто уже успел оценить их ответственный подход к делу, узнаете из нашего материала. Кадетом ЮИД Ксюша Воронцова мечтала стать чуть ли не с первого класса. Звание – это ответственное. И получать его очень волнительно. Это важно, что ты уже как чувствуешь себя юным полицейским, можно так сказать. Я чуть-чуть волнуюсь, потому что очень страшно сказать что-то не то или это не передать эмоциями. Знания правил дорожного движения, а главное их соблюдение. Ребята будут изучать не только теорию, но и отрабатывать ее на практике. Первыми ответственный подход кадет к делу оценили их родители, особенно мамы мальчиков. Это дисциплинирует, это развивает мужские качества. Он хорошо знает правила дорожного движения и нас тоже дисциплинирует. Мы теперь всегда пристегиваемся, всегда переходим свет только на зеленый свет дорогу. Школа номер 12 – одна из первых в Курске, где ребята не просто вступают в ряды юных инспекторов движения, но и принимают присягу по профилю госавтоинспекции. В торжественной обстановке кадетам вручили удостоверение. Далее напутственные слова от наставников. Будьте усердными в учебе и строевой подготовке. Помните, что своими успехами в учебе и дисциплине вы уносите свой вклад в развитие и укрепление нашего Отечества. От всей души желаю всему педагогическому коллективу, учащимся и родителям крепкого здоровья, благополучия и мирного неба вам над головой. А на этом у меня все. Будьте бдительны и осторожны, берегите себя и смотрите «Экстренный вызов» на нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok